Да, я хотел задать вопрос, как вы относитесь к обидам, нужно ли от них избавляться перед практиками, или это не мешает никак? Что вы думаете о обиде? Надо ли мы их избавиться, предприятия, или что делать? Еще чуть-чуть опиши, что ты имеешь в виду. Но является ли обидой, как она вообще относится, нужно ли избавляться от обид, прежде чем заниматься духовными практиками, или это вообще никак не влияет, не мешает? Нужно ли мы сначала закончим наши обиды, прежде чем начать практику? Так что он спрашивает, если это важно, чтобы избавляться от болезни или resentности, или от болезни, 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 прежде чем начать практики медитации? ätвен beamsмажист. Поехали vikt어야 반� travaille? Как так вот есть симпатичы? Нет, а Wright с Mess 윤 renә? Плажирует женщин, то есть недост speak маня? С, как человек тебя Lutheranske, вы чувствует, прост Nun, Jesus ел, от болезни и груб, шагear, полhal. Мерезн vergragen мечтов… И скорость, дальний шаг для чисток. И потом скажите, видно, порядка ничего не спрашивает, что следуетORA? Мы медитируем, чтобы это закончить, потому что это наша болезнь, какие-то чувства вины, раны, негативность, все полны гнева, жадности, привязанности, ревности. И из-за этого у нас есть вот это вот, раны, вот эти обиды. Кто-то что-то сказал, и ты обиделся. Когда рана появилась, эти раны могут быть очищены только с помощью медитации. Когда закончена вся эта негативность, то никакой медитации не нужно. Медитация тебя оздоравливает, никакой болезни у тебя не остается. Не физическая, а болезнь ума имеется в виду, эмоциональная. Это эмоциональное заболевание. Кто-то что сказал, ты обиделся и впадаешь в эмоции. И всю жизнь ты помнишь это. Он вот это сделал, вот это сказал. Вот это он со мной сделал. И это эмоциональное. Первая вещь в медитации происходит, то, что все твои раны очищаются, исцеляются. И вот это будет происходить. И когда ты с этим покончишь, то тебе не нужна будет медитация. Медитация это как лекарство. Вот у тебя иногда физическая болезнь происходит, ты кашляешь или еще что-то. Ты берешь, принимаешь лекарство какое-то. Но у нас также есть заболевание ума. И лекарство для этого – это медитация. Ум может это очистить. И когда ты делаешь медитацию, все твои раны, все твоя боль, все обиды выходят, поднимаются. Они поднимаются, и тебе нужно на это смотреть, наблюдать, и они будут очищаться. Медитация очищает все твое, то, что у тебя внутри. Темнота, вся негативность, все эмоции. То есть, когда все это очищается, тогда ты становишься здоровым. Никакой болезни нет у тебя. И вот, чтобы закончить с этим, нужна медитация. И я говорю также, что только медитация помогает это очистить. Или ты делаешь медитацию, или ты находишься в любви. Быть в любви означает быть в свете. Любовь – это свет. И все эти заболевания – это темнота ума. Когда вы приходите в любовь, в свет, тогда вся темнота исчезает. Так что, когда вы идете в медитацию, автоматически любовь поднимается. И когда вы слишком в любви, вы будете чувствовать медитацию. Вдруг вы становитесь, возвращаетесь к себе и становитесь, и находитесь с нами собой. Все останавливается. Вдруг вы начинаете присутствовать в этом моменте. И тогда происходит очищение. Как только вы оказываетесь здесь, в этом моменте появляется свет. Ум останавливается, появляется свет, поднимается. Вот я говорю, наша прана все время распространяет свет, энергию. Но вся эта энергия идет в ум, и эта энергия становится темнотой. И когда эта энергия уходит, а ума очень тихо, спокойно, то она не становится темнотой, но и со светом. И все ваши раны, вся ваша темнота, весь негатив очищается. Так что, если у вас... У всех это есть. У всех есть гнев, жадность. У кого гнева нет, руку поднимите. Есть тут такие, у кого гнева нет? Нету жадности. Хотел добавить. Добавить что? Ну, вопрос такой. Бывают же глубокие обиды с самого детства. Он хочет продолжать. Мы иногда очень глубокие обиды, глубокие болезни. Из детства. Ну и временно лечится все это дело, медитация, но... Временно... Временно это может восхищаться. Временно это может восхищаться. И что? И это со временем возвращается. Но после некоторых времени это вернется. Да. Когда происходит какая-то рана, Необходимо время, чтобы вылечить, но на самом деле это никакое не исцеление, не полностью, какая-то часть все равно там остается. И через некоторое время, через несколько лет, например, это снова может всплыть. Или какие-то обстоятельства подобные вокруг тебя случатся, и ты вспомнишь это, оно выплывет. И вот кто-то, если тебя обидел, оскорбил, боль тебе причинял, ты становишься злым, негативным. Вот пойми, например, кто-то тебя, допустим, боль причинял, тебе друг какой-то, или мать, или отец, или еще кто-то. Ты потихоньку будешь исцеляться, и когда ты полностью исцелишься, то к этому человеку по отношению к нему ты будешь очень любящим, полностью простишь его. Простишь и забудешь все по этому поводу. Тогда ты поймешь, что полностью это исцелено, закончено. Потому что иногда раны, они очень-очень глубоко идут, находятся. Какая-то часть, 50-60% исцеляется, но какая-то часть остается. И тогда они будут возвращаться снова-снова, всплываться. И если оно всплывает, возвращается, это значит, что оно полностью не исцелена. И вот медитация, она погружает тебя глубоко в твою темноту, в твое бессознательное. И поэтому всплывают все раны, негатив, тогда потихоньку ты будешь исцеляться. Вот только вот так это происходит. Это будет возвращаться снова-снова, и это будет означать, что все это еще присутствует в тебе. Продолжение следует...